МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После победы в Курской битве Красная Армия перешла в крупномасштабное наступление. Основной формой наступательного боя наших войск стал прорыв. Для того, чтобы взломать сильно укрепленную оборону противника, а также постоянно поддерживать высокий темп наступления, нашим войскам требовались эффективные средства. В первую очередь это тяжелые танки непосредственной поддержки пехоты. Они должны были иметь хорошую броневую защиту, мощное вооружение и высокие маневренные характеристики. Всеми этими качествами обладал тяжелый танк ИС-2. По броневой защите и по мощности вооружения он не имел себе равных за весь период Второй мировой войны. История тяжелых танков ИС началась с разработок танка КВ-13. Этот опытный образец конструкторы Челябинского-Кировского завода начали проектировать в марте 1942-го. И причиной тому послужила необходимость реабилитировать само понятие тяжелый танк. К началу войны самым грозным и массовым тяжелым танком Красной Армии был бесспорно КВ-1. Противотанковые пушки вермахта с огромным трудом справлялись с этими мощными бронированными машинами. Но к началу 1942-го года ситуация изменилась. В немецких войсках появились более мощные артиллерийские системы и КВ-1 потерял свою невыязвимость. К тому же у танка был ряд серьезных недостатков. Из-за большой массы машина имела относительно низкую подвижность и плохую проходимость. Танк был сложен в производстве. Отсутствие высококвалифицированных специалистов зачастую приводило к некачественной сборке узлов и агрегатов. И самое главное, возможности по усилению броневой защиты КВ-1 были полностью исчерпаны. Причина все та же – большая масса машины. 5 июня 1942 года Государственный комитет обороны указал конструкторам на недостатки танка, которые необходимо было устранить в кратчайшие сроки. На Челябинском заводе приступили к модернизации танка КВ-1. Одновременно конструкторы работали над проектом нового танка – КВ-13. Задача – создать боевую машину, которая соединила бы в себе и высокие маневренные характеристики, и усиленную броневую защиту. Также стремились упростить производство наиболее трудоемких деталей и агрегатов – корпуса, башни, трансмиссии. А новый танк действительно был нужен. После успешного завершения Сталинградской битвы в феврале 1943 года в Ставке началось планирование ряда стратегических наступательных операций. Для их успешного осуществления необходимо было иметь машину с усиленной броневой защитой. На базе танка КВ-13 было решено изготовить два опытных образца. Один с пушкой калибра 76 мм, другой с гаубицей калибра 122 мм. Но, как покажет время, оба этих орудия не устроят военных. Дело в том, что когда опытные образцы были созданы и прошли испытания, с бронетанкового полигона пришли результаты обстрела трофейного танка «Тигр». Обстрел показал неудовлетворительные характеристики существующих танковых орудий. Наиболее эффективно показала себя зенитная пушка Д-5 калибра 85 мм. На базе этой зенитки сделали пушку для нового танка. Претерпели изменения и другие агрегаты конструкции. По мере отработки данных танков и испытания выясняется, что увеличение броневой защиты приводит к тому, что необходимо усилить ходовую часть. Появляется дополнительно на каждый борт по новому упорному катку, и танк уже приобретает очертания более известные нам, танка ИС. 4 сентября 1943 года танк был принят на вооружение Красной Армии под обозначением ИС-1. Аббревиатура ИС означала Иосиф Сталин. Но выпускали ИС-1 недолго, буквально несколько месяцев. События на фронте развивались стремительно. И к тому моменту, когда ИС-1 принимали на вооружение, стало очевидным, что орудие танка снова не удовлетворяет возросшим требованиям. Бои под Курском показали, что из всех артсистем наиболее успешно боролась с тиграми пушка калибра 122 мм. И для усиления огневой мощи ИС-1 было решено установить на него модифицированный вариант именно этой пушки, что и было сделано. 31 октября 1943 года было принято постановление о серийном производстве танка ИС-2. Тяжелый танк ИС-2. Боевая масса 46 тонн. Экипаж 4 человека. Оружие пушка Д-25Т калибра 122 мм и три пулемета калибра 7,62 мм. Мощность дизеля 520 л.с. Максимальная скорость 37 км в час. ИС-2 в полной мере отвечал требованиям, предъявляемым к тяжелому танку. Удачная конфигурация корпуса и башни, а также общая компоновка позволили значительно улучшить броневую защиту по сравнению с однотипными танками того времени. Пушка Д-25Т была самым мощным орудием серийных танков Второй мировой войны. Она эффективно поражала долговременные огневые точки противника и его тяжелые танки. На расстоянии 2,5 км выстрел из танка ИС-2 вторым снарядом на полигоне уже у Пантеры мало того, что был пробит борт, но и башня была смещена на 50 см в сторону. Даже Королевский Тигр, у которого была самая мощная 88-мм пушка глиностровная, он в лобовую часть нашей танки ИС мог поразить с расстоянием лобовую часть, я подчеркиваю, с расстоянием 400 метров, в то время как наш ИС-2 лобовую часть у Королевского Тигра уже пробивала в своей расстоянии 600 метров. ИС-2 первый советский танк, на пушке которого был установлен дульный тормоз. Это устройство позволяет снизить отдачу при выстреле. Причем также было опробовано несколько вариантов. Первый из них Т-образный литой дульный тормоз на испытаниях дал трещину. Его заменили новым. В конце концов, в марте 44-го на орудие поставили более эффективный дульный тормоз производства Центрального артиллерийского конструкторского бюро. Боевое крещение танки ИС-2 получили на завершающем этапе боев за правобережную Украину. Эти танки даже в весеннюю распутицу показали свои превосходные качества как по маневренным, так и, самое главное, по огневым возможностям. Эти танки успешно ввели боевые действия против тяжелых танков «Пантера» и «Тигр», которые на русской распустите, бездорожье, часто застревали. Эффективность ИС-2 признавалась и командованием вермахта. Немецким танкистам даже предписывалось не вступать в открытые поединки с этими советскими танками. В ряде документов немецких даже танкистам немецким было рекомендовано избегать открытых столкновений с танками ИС-2, а вести борьбу с ними только из засад, скажем так, из-под тяжка. Вот. Поэтому, как только немцам становилось известно, что на этом участке фронта появились танки ИС-2, они, как правило, старались свои танки с этого участка убрать в сторону. С конца 44-го года практически ни одна наступательная операция не проводилась без участия гвардейских тяжелых танковых полков прорыва, вооруженных превосходными ИС-2. Дальнейшим развитием семейства танков ИС стал тяжелый ИС-3. По конструкции корпуса и башни он в значительной степени отличался от всех предшествовавших машин. Именно такие очертания будут иметь танки всех последующих поколений. ИС-3 не довелось принять участие в Великой Отечественной войне. В широкой публике этот танк был показан на параде победителей 7 сентября 1945 года в Берлине. Своими оригинальными формами он поразил многих иностранных специалистов. Тяжелые танки семейства ИС будут оставаться на вооружении советской армии до начала 60-х. Почти два десятилетия эти машины олицетворяли собой силу и мощь советского танкостроения. условия 1. Субтитры создавал DimaTorzok